Мы забрались тут на наш любимый пригорок. Представить не можете, что тут за осень засрали. Сколько свалок сделали. Дружок, не надо сосать ничего. Слышишь, что говорю? Вон там вообще. В сосенках завалено. Смотрите, как будто снег. Это черемуха. С тех пор, как закрыли здесь свалку у нас. Пятую, которая здесь была. Насчет которой я там писала, снимала, кричала во все горло. И люди стали гадить здесь, в лесу у нас. Понимаете, какие подонки? Я вообще не понимаю. Ну, вселенная все равно их сделает так, что у них... Они и лишатся, и мусора этого. Потому что просто так ничего не проходит. Любимый пригорок дружка. Дружок. Пригорок у тебя, смотри, как огрубел. Ты уже не бегаешь сколько. Давай залазь. Залазь. Не полезешь? Сколько паутинок красиво. Сейчас покажу. Это паутинка в рассе. Или в дожде. В дожде. Тут много такой паутинки. Красиво, да? Красиво, но это же капканы. Да, природные паучьи капканы. Я не знаю, кто в них попадает. Может быть, слабые какие-то насекомые. Так, наверное, и есть, потому что в природе все мудро очень устроено. Что там нашел, дружок? Ой, ветреницы, по-моему. Дружок, ветреницы. Конечно. Ой, красота какая. Сейчас покажу. Вот они, ненаглядные. Дружок, потому что жарко ему. Начинают распускаться. Тут их вообще видимо-невидимо всегда. Тут прямо вот, ну я сколько раз показывала уже. Прям вдоль дороги здесь вообще все-все усыпано. Ветреницами. Усыпано. Усыпано ветреницами. Что, зайчик? Жарко, птычка моя. Давай посидим, птенечки. Смотри, сколько капканов природных. Сколько труда, энергии и сил вкладывает паучок для того, чтобы сплести такой капкан. Представляете, какая это работа для маленького паучка. Я когда сюда приезжала, здесь я уже говорила, вот эта вот площадка, дорога была спасением моим. Как бы новой жизнью. Потому что здесь она училась ходить заново. Я не могла вообще ходить, меня трясло, голова кружилась. Короче, была абсолютно безжизненным существом. И вот здесь, вот я метрами, останавливалась здесь машина, и я метрами, метрами, по одному метру, по несколько шагов, дошагивала вон до той сосеночки, до тополя, потом обратно. И вот так вот очень долгое время, пока природа не разбудила меня, не дала мне сил духовных, вот эта вот вся природа. А вот эти сосеночки были очень малюсенькие, малюсенькие, малюсенькие. И вот этот тараканчик был малюсенький, малюсенький. Да, тараканчик мой. Тараканчик мой. Тоже был малюсенький, малюсенький сосеночки. Здесь, кстати, несколько сосенок уже срубили. Видите, верхушку срубили. Она уже какая большая, вот такая была бы, потому что они практически одинаковые были. Это вообще была очень маленькая сосенка. Но они все были маленькие. Ну что, дружку вот сейчас шесть, а тогда дружок еще только-только мы его взяли вот он тут носился ну вот считайте лет наверное по 7 вот этим сосенкам может по 8 нет по 7 наверное ну вот по крайней мере маленьким 6 точно есть вот этим наверное побольше он как черемуха красиво разрастается просто пышет вот здесь такой воздух представить не может он правда очень влажный сейчас такой но после дождя но благодатный это просто для природы самый раз такой вот влажный воздух все начинает дышать жить быть благодатным верховой ветер такой тучи верни облака быстро движутся поезд слышно как звучит хотя поезд у нас там железная дорога на другой стороне города можно сказать под той горой под теми горами железная дорога а мы здесь на горе а вот в яме между городом город жарко сейчас утро сколько времени знаю часов 10 наверное даже утро я не интересую сейчас посмотрю чтобы по солнцу потом понять сейчас зайчик подожди подожди зайчик жог жарко стало куртку сняла одела на пояс чтобы это 10.09 дружочек иди сюда вот 10.09 значит солнце вот получается вот если смотреть сюда на вознищенку оно получается прям практически посередине это 10 часов значит будем знать хотя оно лето же оно ну как продвигается и солнце оно немножечко иначе встает потом наверное будет карман